Всем привет! Это Алексей Кондратьев и обзор старинок, которые пополнили коллекцию Музеража в ноябре 2014 года. Я встречался с коллекционерами, было потрясающе интересно побывать в гостях у Петра, посмотреть на восхитительную его коллекцию. И воспользоваться случаем, когда появились коллекционеры, приобрести у них что-нибудь интересненькое. Начинаем мы с 2010 года. Rescue Ranger. Я, как всегда, приобретаю из старых серий только те машинки, которые мне действительно нравятся своим каким-то характером, необычностью, фактурой, атмосферностью. Поэтому пройти мимо вроде как спасательной машины, которая занимается, видимо, починкой электрично, судя по надписи, но при этом имеет совершенно умопобрачительный двигатель, выступающий над капотом, я не мог никак. Так, вкусная, интересная машина. И да, я люблю слово вкусная, поэтому уж простите мне эту слабость. 2006 год. Новая модель 2006 года. Редкий для серии Hot Wheels Mainline. Грузовики. Грузовики мы любим. Грузовиков много не бывает. Насколько понимаю я, название этой модели комби. Языки пламени, мотор сзади. И отсутствие прицепного какого-либо решения для прицепов, ну, машинка должна ездить и радовать. Довольно интересная морда. Не знаю, будет ли видна она в камере. 2001 год. Представлен тремя моделями. Расскажу быстро и коротко про каждую из них. Первая машинка. Это Turbo Taxi Series. Turbo Taxi. Взял, конечно же, из-за декора. Сама модель мне, может быть, не очень нравится. Но я люблю, когда есть чем привлечь внимание к модели в декоративных решениях. Я почему-то западаю на такси. Интересно. Ну, соответственно, эту я не смог обойти вниманием. Также декор, который, по сути, заставил меня взять машину. Совершенно потрясающая. Yellow Jacket с то ли пчелами, то ли осами на боку. Машинка под названием Cherry Stocker. Сама по себе модель довольно грубо выполнена. Кажется, у нее непрозрачные пластиковые стекла. Я не очень люблю такое решение. Но пройти мимо этой чумовой пчелы я не мог никак. И последняя модель 2001 года – это Mercedes. Mercedes C-класса. Взят был мной за, опять же, декор. Необыкновенные какие-то точки на капоте. Непривычное для Hot Wheels бело-золотисто-коричневое или бежевое решение. Пусть и классическая модель. Я люблю больше какие-то характерные, а не стандартные модели, которых хватает и у других производителей. Но, опять же, декор продает. 2002 год представлен также тремя моделями. Это Nissan Skyline First Edition. Соответственно, это означает, что эта модель в 2002 году вышла впервые. Спортивная история. Не фанат я в реальной жизни самих Nissan. Не фанат я каких-то таких вот диких покатушек и скоростей. Но почему-то эта машинка мне понравилась. До сих пор не могу ответить себе на этот вопрос. Может быть, я просто маньяк-коллекционер. Вторая модель 2002 года. 32-й Ford Vicky. Отсутствие капота. Hot Wheels Redlines. Надпись на крыше. Собственно, красные полоски на колесах. Почему он и получил название Redlines. И, конечно, надо развиваться, надо расти, узнавать больше информации. Хочу, наконец, понять для себя, что же означают эти загадочные Redlines. Пока я себе на этот вопрос не ответил. Где мне найти столько времени, чтобы узнать столько всего, сколько я хочу? И последняя машина этого года. Все та же серия с дикими размерами моторов в капоте. Интересная заниженная посадка. Обычные колеса. Скучноватая раскраска. Вроде бы почти без декора, кроме маленьких элементов в задней части. Но модель мне нравится, интересная. Двигаемся дальше, в архивные года. И к нам приходит модель 2000 года. Впервые появившаяся именно в этом году. Pro Stock Firebird. Оранжевый пластиковый двигатель. Что-то вроде взрыва на капоте. Какой-то непонятный декор сбоку. А, и, конечно же, упор сзади, чтобы на отметке гоночной трассы машина не заваливалась назад в момент старта. Интересно, любопытно. Но пластиковый оранжевый двигатель – это что-то. 99-й год First Edition. Pikes Pictacoma. Красивый спортивный пикап. Желтый цвет. Дайте две. Но двух не было. Была только одна. Взял одну. Три машинки представляют вроде бы как 98-й год. Первый из них – это O'Henry. Серия Sugar Rush. Вторая уже по счету. 70-й Roadrunner. Не очень люблю эти колеса с дырочками. Какие-то они олиповатые, детские, мне кажется. И для этой модели не лучшим образом подходят. Хотя я же не дизайнер автомобилей. Чего мне с ними соревноваться? Взял, наверное, из-за надписи O'Henry. Чем-то она меня привлекла. Какой-то настрой она дает. И, судя по значку Nestle, явно эта серия посвященная конфетам, сладостям, которых в изобилии продавали в Америке, продают по всему свету. Ну, надо будет посмотреть, кто еще есть в этой серии. Firebird. Машина понравилась мне своими черными колесами с надписью Eagle Goutier. Спортивная раскраска и декор. Номер 7. Ничего не скажу. Явно купилась за колес. Пожелтевший блистер. Интересно. Колеса хорошие. И последняя. Опять же, из серии Shugrush серия S2. Да, продолжение этой же серии. Егор XK8. Машинка кабриолет. Без каких-либо претензий, пафоса. Просто красная машинка с золотыми колесами. Видимо, приобретена мной. Опять же, из-за надписей. Всегда пытаюсь понять, за что я люблю ту или иную модель. Не всегда могу себе ответить на эти вопросы. Но, видимо, страсти коллекционера и любовь к сладостям сыграли свое дело. И на сладкое я оставил две самые вкусные, самые интересные модели. Это 95-го года. Dodge Ram 1500. Приобретена не столько из-за того, что мне нравится эта модель, сколько из-за того, что она 95-го года. Когда друзья коллекционера предлагают за разумные финансы приобрести машинки столь архивных годов, отказываться от этого никак нельзя. И на примере этой модели можно полюбоваться сочетанием цветов, когда, казалось бы, скучный серый, банальный белый, опять же, с теми самыми нелюбимыми колесами. Но, как по-другому, все это смотрится и сбалансировано. Для сравнения покажу вам еще раз эти же самые колеса в серебристом цвете и белое решение. Мне белое решение нравится намного больше. Добавляется чуть больше клоунады, но при такой брутальной машине с отсутствующим декором они смотрятся к месту. И самое сладкое, самое вкусное. То, чего я так долго хотел в нашу коллекцию, 2004 года, модель Fatbacks Duplified. Это была целая серия машинок, которая с вот таким гипертрофированно-изуродованным видом, с задними гигантскими совершенно безумными колесами. И да, безусловно, я буду покупать все машинки этой серии, потому что они выгодно своей необычностью выделяются среди всего, что можно увидеть в коллекции. Если все остальные машинки могут отличаться декором, каким-то мотором, настроением, то эти машинки на любой полке любого коллекционера видны сразу. Таких безумных задних колес в последние года, конечно же, уже, к сожалению, не встретить. И поэтому тем и ценен для меня этот автомобиль и эта серия. Спасибо архивным годам коллекции Hot Wheels. Спасибо тем, кто уступил мне эту машинку. Очень люблю серию. Обязательно соберу всю ее. На этом все. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok